Привет всем невероятно изящным весенним феям! В сегодняшнем видео мы с вами не одни, мы с вами вместе с самой потрясающей и томной весенней феей. Вот так вот все прикроем, чтобы ничего лишнего у нас видно не было. И посмотрите, какая она здесь расслабленная, какая она счастливая. А почему? А потому что у Диор уже вышла новая весенняя коллекция. И бог с ними, с этими тенями, которые там тоже какие-то розовые, оранжевые, как и каждый год. Вот фишка, самая главная драгоценность этой весенней коллекции, это, конечно же, то, что находится вот в этой вот потрясающей коробке. Кстати говоря, если вы заказываете что-то на сайте Диора от определенной суммы, то они вам могут все красиво упаковать, даже бесплатно. В общем, здесь у меня вот такая красота. И как вы думаете, что же там внутри? А внутри там лимитированная палетка Miss Dior, которая выглядит просто потрясающе. И сейчас мы с вами ее откроем. Но также мы с вами будем тестировать новые тональные основы от Диор. Это тональные основы Диор Форева. И вы скажете, Оля, ты чего? Даже прекрасная фея весны знает, что это не новые тональные основы. Нет, это новые тональные основы. Это обновленные тональные основы Форева. Обычная Форева, которая матовая. И также Форева Skin Glue. Это тональные основы, которые с сияющим финишем. Они обновили формулу и теперь она у них на 86% состоит из ухаживающих ингредиентов. Ну там вот эта вот тема, что какой-то цветочный уход, который делает вашу кожу лучше день за днем. Мы обычно не особо верим в такие утверждения, но собственно для этого у нас есть обычный уход. Но главное, чтобы тональные основы хорошо смотрелись на лице и хорошо выполняли свою функцию. В общем, сегодня мы все это с вами проверим. Фея цветов нас временно покинула, но это ничего, потому что мы сейчас с вами уже наконец-то будем распаковывать вот эту невероятную коробку. Давайте скорее это сделаем. Выглядит шикарно, выглядит как прям такой настоящий 100% подарок. И скорее-скорее давайте посмотрим, что же внутри. Ой, красота! Ой, тут всякие конвертики. Ну-ка, ну-ка, открываем. Где? Где она? Я так хотела ее купить. Я на нее смотрела на сайте еще, когда они только объявили, что она выйдет и ждала, когда же она появится в продаже. И вот, наконец-то, вот она, вот она, эта красота! А что тут еще? Давайте сразу посмотрим. Ну, какие-то тут пробники нам, как всегда, положили. Пробники духи, какой-то крем. И также еще у нас пробник, что это такое? Одна помада и еще одна помада. Ну, хорошо, вот такие вот у нас две каких-то симпатичных помады, по-моему. Да, это помада. Все, нам повезло. Все хорошо. Теперь давайте рассматривать палетку. Вот в этой вот коробке лежит та самая палетка. И у них, кстати, на сайте невероятно просто какая-то красивая есть видеозапись, как делается эта палетка. Ну, разумеется, это просто рекламный ролик, конечно. Мы понимаем, что так прям красиво они на самом деле не делаются, но все равно. Эта палетка стоила 12,5 тысяч рублей. И я напоминаю, что у Валентина, например, была одна пудра в неком клатче, которая стоила 18 тысяч рублей. Я надеюсь, что Диор за 12,5 тысяч рублей нас все-таки не разочарует. Давайте смотреть. Как красиво! Как потрясающе! Во-первых, у нас здесь есть вот такой вот мешочек для хранения этой палетки. Ну, мешочек это, конечно, хорошо, но не то, чтобы нас очень сильно интересует. Так, посмотрим. Здесь у нас какие-то, какие-то, в общем, перечисления того, что есть внутри этого футляра. И посмотрите, как здорово оформлен вот этот вот весь набор. Потому что здесь все оформлено прямо как аромат Мисс Диор. Давайте прочитаем на сайте, что это, собственно, за палетка такая. С чего они вдруг ее сделали? А палетка для макияжа Мисс Диор вдохновлена культовым стилем и элегантной женственностью аромата Мисс Диор. Ну, мы уже, в общем-то, догадались. Как самая суть образа New Look, Мисс Диор воплощает в себе дух дома Диор с 1970... Точнее, с 1947 года. И написано, отдельно отмечено, что вот этот вот культовый узор Диор гусиная лапка, который мы видим вот здесь и который мы видим вот здесь, специально нанесен на эту палетку как, собственно, дань уважения вот этому культовому аромату и самому Кристиану Диору. Ну, что ж, выглядит шикарно просто такой. Причем он такой, знаете, металлический он или пластиковый? Металлический он такой, алюминиевый какой-то этот клатч. Выглядит намного лучше, честно говоря, чем у Армани. Не у Армани, а у Валентина, потому что у Валентина он был просто пластиковый, если вы помните. Ну, что ж, самое главное, это то, что внутри, поэтому давайте скорее открывать. Открываем, и вот что у нас внутри. Большое зеркало и целый набор косметики. Кисточка. Кисточка дурацкая, сразу скажу. С одной стороны, это кисточка для губ, с другой стороны, это просто наш с вами нелюбимый вот такой вот спонжик. А внутри у нас три оттенка теней. Помада один оттенок. Вот такие вот румяна, и также маленькая версия лака для ногтей. Лак для ногтей немножко странного оттенка, но здесь, в принципе, написано, что это топовое покрытие, и вроде как его можно использовать как самостоятельный лак. Ну, разумеется, как любое топовое покрытие. Либо, если вы хотите на ногтях сделать какой-то эффект, накрасили уже каким-то лаком, и хотите добавить вот таких вот блесточек. Кстати, интересно, что они сделали именно такой блестящий лак в этой лимитированной весенней коллекции. Она, кстати, потрясающе красивая, такая вся легкая, вдохновленная цветами, и все выглядит там совершенно восхитительно, и так по-весеннему. Но сначала, перед тем, как краситься этой палеткой, мы с вами должны что попробовать? Верно! Что нам может запачкать вот этот цветок? А именно тональные кремы. Тональные кремы с обновленными формулами, и давайте на них посмотрим поближе. Вот у нас версия матовая, которая просто форева, и форева скинглу, которая сияющая. Стоят они сейчас в магазинах по 3142 рубля. Это за сколько я их покупала? Я их покупала в золотом яблоке по скидочной карте, то есть с максимальной скидкой. Без скидки они стоят, по-моему, по 4000 рублей. Но не советую вам покупать по 4000 рублей. Нормальная цена это где-то 3000 рублей. Ну что ж, давайте пробовать! Эй! Небольшая весточка из завтрашнего видео, которое вы точно не пропустите. Если подпишетесь на канал, обязательно подпишитесь, нажмите вот на эту кнопочку, потому что завтра мы с вами будем рассматривать новую косметику от Литик Мейкап. Так что подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик. Жду вас на канале завтра. Кстати, что нам обещают? Что здесь у нас вот эта вот ухаживающая формула, что здесь будет совершенный тон на 24 часа, естественное матовое, либо, соответственно, сияющее покрытие без блеска с утра до вечера. Также выравнивает цвет лица, сужает поры и разглаживает кожу. И, вроде как, покрытие здесь какое-то должно быть достаточно легкое. Ну что ж, вроде все хорошо, все звучит нормально. И, кстати говоря, здесь еще есть какие-то компоненты тоже цветочные в составе. Там какой-то экстракт анютиных глазок, дикой настурции и розы. Это все в составе вот этой ухаживающей формулы. Какая сторона у нас будет какая? У нас небольшое затруднение, потому что одна сторона лица у нас будет сильно матовая, другая сильно сияющая. Ну давайте, ладно, с этой стороны сияющая, с этой стороны матовая. Кстати, часто спрашивают, какой оттенок Dior я использую. Я всегда до этого покупала Dior в оттенке 1N, все их тональные средства. И только Natural Nude на мне не окислялся в результате. И поэтому я решила в этот раз взять кое-что посветлее. В этот раз я выбрала оттенок 05N. И я надеюсь, что он просто, ну если окислится, то, по крайней мере, до того оттенка, который мне будет подходить. А, пахнет цветочками вообще, прекрасно, прекрасный аромат. Если честно, у меня такое впечатление, что это Natural Nude. То есть он, по-моему, не особо чем-то отличается от Natural Nude, но они вообще из одной линейки. И Natural Nude, он такой полупрозрачный, совсем просто придает легкое сияние. Здесь какой-то похожий эффект. Ну вот здесь у нас Skin Glow. Ну не знаю, как-то, как-то даже странно. Он настолько полупрозрачный, у меня такое впечатление, что он ничего не прикрывает. Возможно, на камере лучше видна какая-то разница. Но прям какое-то покрытие минимальное, реально похоже на Natural Nude, который вот просто слегка так выравнивает тон кожи, делает ее красивой. Кстати, это средство более как-то сложно распределялось у меня по лицу, чем Natural Nude. Ну не знаю, может быть, как-то день сегодня какой-то такой, что тяжелее все распределяется. Теперь давайте пробовать Forever версию, которая матовая, и посмотрим, чем они отличаются. Ну, во-первых, очевидно, что они отличаются футлярами. То есть матовая версия в матовом футляре, сияющая версия, как это ни странно, в футляре, который более блестящий. Так, наносим. Пахнет, по-моему, точно так же. На мой взгляд, в матовом слегка побольше покрытия. Вот чуть-чуть поплотнее покрытия, может, это за счет того, что просто он матовый, и в нем есть какие-то пудровые частицы, которые вот дают такой эффект, как будто немного его побольше этого тонального крема у вас на лице получается. И на самом деле он не глухоматовый, он с таким легким сиянием. То есть это эффект вроде кожа заматированная, а вроде как она все равно живая. Остается эффект, который мы с вами любим. Теперь давайте нанесу консилер, и уже посмотрим на все вместе. Ну вот, что у нас получилось в результате. Честно говоря, мне все равно нравится вот эта сторона больше, которая сияющая. Но это уже мои личные предпочтения. Я больше люблю, когда финиш такой сияющий, какой-то живой, чтобы было видно, что вы все-таки не мертвая, что в вас бурлит жизнь, что в вас, можно сказать, ваша цветочная кровь бурлит. А матовая версия, она... Во-первых, она немножко в морщины западает. Во-вторых, прям заметно она так подсушивает кожу. И у меня вот здесь вот есть такая мимическая морщинка в носогубной складке, которая обозначается, когда в нее западают какие-то вот такие тональные основы, которые с матовым эффектом. Вот здесь вот прямо она так обозначается, что я сижу, думаю, ааа, нет, нет, не совсем то. Но финиш здесь у обеих основ красивый. Все-таки покрытие здесь, ну, прям совсем такое легкое, конечно. Можно, наверное, достроить до средненького, если побольше нанести. И сами тональные основы, честно говоря, мне не кажется, что они как-то принципиально отличаются от предыдущих версий. Разве что мне кажется, что Skin Glow стала чуть менее такая мокренькая, потому что раньше у нее был такой прям макроватенький эффект. И вот так вот она выглядит, мне кажется, прям здорово. И на работу можно пойти, и на свидание, и куда угодно. Можно прям даже в магазин за хлебом с таким лицом отправиться. Но здесь уже для тех, кто, конечно, любит что-то такое более матовое. Ощущаются обе комфортно, но все равно матовое, ну, так вот немножко поры обозначает. Кое-где какие-то шелушения становятся видно. А здесь все хорошо, но понятное дело, что если у вас очень жирная кожа, вот это вот, скорее всего, не ваш вариант. Так, ладно, посмотрим, как они будут вести себя дальше. А тем временем у нас на очереди вот такая очаровательная палетка. Вот это я просто терпеть не могу. Я нанесла пудру поверх тональной основы, и она у меня дала эффект лысого носа. Такое иногда бывает с некоторыми тональной основами, причем с той стороны больше, где была матовая. Когда у вас нос, вот когда вы наносите пудру, что-то происходит, какая-то, вот знаете, у них ссора происходит с тональной основой, и нос становится как будто такой лысенький, но кусочки тональной основы западают внутрь пор. И обычно это выглядит так, как будто вы либо какое-то животное, типа кошка или собака с вот таким вот выделенным носом, либо у вас вот конкретно такой клонский вид получается, как будто у вас кончик носа какой-то получается красный, и к тому же еще немножко вкрапинку. Ну ладно, мы потом это исправим, это не такая уж какая-то ужасная ситуация, но все равно было бы лучше, чтобы вот эта тональная основа все-таки не так легко смахивалась при помощи пудры, и не так легко вступала с ней в конфликт. А теперь давайте наконец-то, наконец-то попробуем палетку, и начнем, я думаю, мы с румян. Мои самые любимые румяны сейчас, это, конечно же, вот эти вот от Dior, про которые я вам рассказывала в роликах, про лучшую косметику, и про классные всякие вещи от Dior. А сейчас мы попробуем, что уж у нас тут за лимитка такая. Уже сразу видно, что румян-то у нас с блестками. А еще видно, что с зеркалом они не постарались, потому что зеркало дает эффект, когда вы просто не понимаете, что происходит. Зеркало реально кривое. То есть это случай, когда вы не можете ровно накрасить два глаза, потому что у вас глаз один туда смотрит, а другой смотрит вот сюда, благодаря искажениям в зеркалах. Ну ладно, конечно, для Dior это немножко странновато, такое зеркало положить в свою палетку, но не так уж и критично. В конце концов, с зеркалами у них вообще какие-то проблемы в последнее время. Может, у них какой-то, знаете, поставщик зеркал просто сумасшедший оказался, они до сих пор этого не замечают, потому что вот в этой палетке как бы не зеркало, точнее в этих румянах, а просто кусочек какого-то металла, в который вам предполагается нужно смотреться, когда вы наносите эти румяна. Ну в общем, что-то там у них какие-то свои проблемы с зеркалами. Ну какой же пятнистый нос, ну какое безобразие, вообще просто так выглядит сейчас нехорошо этот нос. Ну ладно, мы реально потом это поправим. А вот румяна выглядят, мне кажется, очаровательно, хотя я боюсь, что, наверное, опять на видео их не видно на мне, поэтому давайте добавим побольше. Чем мне нравится тема вообще вот такого тяжелого люкса, как Диор, Шанель и другие люксовые бренды, это то, что предполагается, что вы должны выглядеть красиво. Не как-то, знаете, модно, там с какими-то невероятными вот такими вот глазами просто до ушей, а именно красиво, чтобы ваша естественная красота была подчеркнута. Это может быть какой-то стильный макияж, какой в Сен-Лоран, да, а не больше на такую сексуальную какую-то стильную сторону. Или как у Шанель, такой вот прям роскошь, такая элегантность. Или как у Диор, которые больше все-таки предпочитают что-то такое юное, цветочное, красивое. Или если это какие-то модные вещи, которые они обычно делают во всяких своих осенних коллекциях, там какие-то цветные лайнеры, то тоже все это как-то больше подчеркивает вашу именно красоту и делает ваше лицо красивым, а не заставляет вас рисовать себе совершенно новое лицо с нуля. Так, и тут у нас возникает вот какой момент, знаете, как будто я оправдывала Диор и их подборку цветов этой тирадой, потому что здесь, конечно, у нас весьма своеобразный выбор оттенков вот в этих вот тенях. То есть здесь у нас всего три оттенка, и они все, ну, такие. Ну вот что, что придумаете с этим сделать? Ну, придумать тут, конечно, не очень много есть. Ну, ладно, давайте, давайте чуть-чуть накрасимся. Ну вот, почти все готово, почти уже накрасились глаза, готово, лицо готово, и что нам осталось? Нам остались ногти, конечно же, и помада. Я всегда говорю, что в этих палетках наборных проблема, самое главное, это какая? Это грязь, которая там получается после того, как вы хоть раз воспользуетесь. Если есть продукты сухие вместе с кремовыми, как здесь, здесь есть кремовая помада, то получится неизбежно вот это. Что у вас в этой кремовой помаде будет просто все, все тени, которые есть в этой палетке. Давайте немножко поправим это. Не поправляется все равно, они же уже прилипли, прилипли к помаде. Но ничего, это не то, чтобы какая-то большая беда, хотя со временем, когда вы будете ее использовать активно, у вас, конечно, тут будет просто какое-то месиво из всего. Поэтому это большой минус подобных палеток. Ну ладно, так, хорошо, давайте даже используем, а нет, не будем использовать эту кисть, которая в комплекте. Возьмем мою кисть для губ и нанесем помаду. Все, мы все сделали. Посмотрите, мы уже нанесли помаду, мы даже ногти накрасили. В один слой нанесла вот этот лак, но это такое. Он прям совсем полупрозрачный, ну потому что это прозрачный лак с блестками. То есть у вас получается действительно что-то такое вроде каких-то всполохов, таких цветных на ногтях, что, наверное, символизирует разные цветы, которые входят в аромат Мисс Диор. Ну это я уже додумываю, но, наверное, вот как бы символизм такой, что розы, розы и какие там еще. Там еще какая-то куча цветов в составе этого аромата. Что я могу сказать по поводу качества наполнения этой палетки? Здесь какая-то интересная помада. Это, я так понимаю, обычная сатиновая помада Диор, но она прям настолько прозрачная. То есть вы ее наносите, наносите, она дает немного цвета, прямо скажем. И вам нужно ее наслоить в несколько слоев. Возможно, дело в том, что здесь такая своеобразная форма, что она там как-то отлежалась, и цвет просто ушел вниз. Но она прям такая легкая. Может, это сама идея такой помады подобная и была. Румяна симпатичная, с блестками, такие сияющие, прям даже не с сатином, а с конкретными блестками. Но это смотрится все равно хорошо и симпатично. И тени, тени намного более интенсивные, чем я думала. Причем вот этот вот оттенок, который здесь выглядит самым светлым, он на самом деле с такими конкретными серебристыми блестками, прям вот такими вот блестками большими. Но Диор это любят. Они любят блестки добавлять, на самом деле, что вы сначала не видите, что это блестки, а потом, когда наносите на глаза такие, опа, вообще такие просто огромные куски блесток. И также вот эти два оттенка, которые реально более интенсивные, чем это может показаться на первый взгляд. Ну, в общем, вот такими мы стали цветочками сегодня, вот такими розочками. Не знаю, почему я руку вот так вот как-то держу. Это, знаете, что-то из серии Леди Гаги, а вообще не из серии Диор. Но, в общем, получилось, что получилось. Что я хочу сказать по поводу тональных основ. Forever Skin Glow мне понравилась. Я не вижу какой-то принципиальной разницы с прошлым запуском. А вот та, которая матовая, я бы сказала, что тем, у кого сухая кожа, вы сразу проходите мимо. Это точно не для вас. Ну, а если у вас жирная кожа, тогда лучше попросите в магазине пробник. Эти тональные основы, они сейчас новые, так что я думаю, что они должны быть на каком-то промоушене, в том плане, что, ну, наверное, в магазинах должны давать там нормальные пробники в каких-нибудь пакетиках этого тонального крема. В принципе, все, что сегодня мы использовали, мне понравилось. Все было такое приятненькое, ну, от тональных основ, честно говоря, я многого не ожидала. Я имею в виду много нового, потому что это перезапуск, который просто характеризуется тем, что у него какая-то обновленная формула в части уходовых свойств. Они не обещали там какого-то нового принципиально покрытия или нового финиша, нового эффекта. Поэтому то, что было, то мы, в общем-то, и получили просто с какой-то якобы более ухаживающей формулой. Что по поводу палетки, которая, собственно, и была звездой сегодняшнего ролика. Во-первых, хочу отметить, что палетка-то вообще красивая. Посмотрите просто, как портсигар какой-то выглядит или как сумочка. Назовем все-таки это сумочкой. И стоит она 12,5 тысяч рублей. Напоминаю, Валентина нам продал свою вот такую вот сумочку за 18 тысяч рублей. И Диор вот со своей просто заходит и крадет наши сердца. Потому что здесь, по крайней мере, несколько продуктов, а не только одна пудра и неопределенная какая-то помада. Неопределенная в плане, будет она там вообще или нет внутри этой косметички. Что касается самих продуктов внутри, я бы сказала так, что если вы хотите косметику купить, если вы прям разбираетесь очень хорошо в косметике и знаете, какие румяна вам нравятся, знаете, какие тени вы хотите вот на 100%, то это не для вас. Вам это не нужно. Если вы хотите просто кому-то сделать подарок, кстати, это, мне кажется, идеальный подарок для молодой девушки, для студентки, для школьницы, например, в старших классах, или, ну не знаю, там, для сестры своей младшей, это просто очаровательный подарок. Если вы хотите это презентовать как подарок или себе подарить и просто наслаждаться тем, что здесь все такое красивое, такое весеннее, то тогда это действительно хороший такой прям красивый запуск. Ну, в общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про то, что мы сегодня с вами приобрели, понравилось ли вам или не понравилось, и пробовали ли вы уже новинки, вот эти вот тональные средства, новые от Dior. Я, кстати, вот эту палетку покупала на официальном сайте. Я думаю, что поскольку это лимитка, ее, наверное, нельзя купить в других магазинах. Ну, в общем, я вам сегодня желаю, знаете чего? Чтобы вы сегодня цвели просто, как будто у вас в душе распускаются все цветы мира, чтобы вы уже чувствовали весну, и чтобы все окружающие это тоже замечали, и делали вам исключительно приятные комплименты. Спасибо, и до скорой встречи на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok